Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я наконец-то снимаю новое видео, совместное с моей родной сестрой Полиной. Всем привет, ребята! И сегодня довольно необычное видео, и я надеюсь, что вы рады видеть меня на канале. Сегодня мы снимаем обмен комнатами. Вы очень долго хотели увидеть, как поменялись наши комнаты, и вообще вы просили рум-туры. Да, именно поэтому сегодня мы решили обменяться комнатами. Было очень много просьб в комментариях под моими видео, фотографиями в социальных сетях. Карина, попробуйте поменяться комнатами. Посмотрите, что у вас находится в ящиках там друг у друга, поотвечайте на какие-то вопросы. В общем, мы подготовили друг для друга вот такие вот записки. Я для Полины подготовила чуть больше, потому что у меня комната больше, и заданий там тоже можно выполнить больше. А Полина не особо много, и я думаю, что начнем мы, в принципе, с Полининой комнаты. Я посмотрю, что там у нее, как находится, где что лежит. Повыполняю вот эти крутецкие задания. И вообще, мы в комнатах друг друга бываем очень редко, поэтому нам, в счастье, будет порыться в ящиках там друг друга, и вам, я думаю, интересно. Карина, у меня срач! Ну и что? Кстати, ребятки, мы вас предупреждаем, что у нас не идеально гладко вылизанная комната с потрясающим порядком. У нас может быть и срач, и беспорядок, так что... Мы не готовились к этому видео, я только что со школы пришла. Нет, как бы мы готовились к этому видео, но, да, у Полины был небольшой срачельник, пришлось чуть-чуть прибраться перед этим роликом. В общем... Мы надеемся, что вам понравится это видео, и вы поддержите нас лайком, а если еще не подпишитесь, то, конечно же, подпишитесь, потому что это глупо не подписанным быть. Да, и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Итак, у нас есть базовые записки, которые мы можем вам изначально показать. Так как мы начинаем с Полининой комнаты, то первое задание, которое мне дастся, это проведи обзор на мою комнату. Полина написала мне, а я написала ей. Поэтому самые первые у нас записки начинаются с обзора. Мы, собственно, покажем вам комнаты друг друга. Я Полинину, Полина мою. В общем, сегодня у нас будет самый настоящий обмен. Мы желаем вам приятного просмотра. А если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что... А, да? Да. Ну что ж, мы не будем медлить, и давайте, наконец-то, начнем. Ууу! Не забудь поставить лайк. Итак, сегодня комната Полины находится полностью в моем распоряжении, поэтому сначала я вам покажу ее прекраснейшую дверь. И, в принципе, можно ее вот так вот открыть, чтобы было повеселее. И нас встречает звон колоколов, вот такая вот прекраснейшая штучка, которая очень часто звенит и иногда меня пугает, когда, например, дома сквозняк, и дверь сама по себе открывается, и я слышу этот звон, мне становится не по себе. А вот тут рядом находится моя комната, которая во время съемок этого видео в Полинином распоряжении будет буквально через 10 минут, когда я проведу обзор на Полинину комнату. Итак, мы можем заходить, Полина, не споткнись аккуратно. Вот такая вот прекрасная пока что моя комната, и, в принципе, мы можем начать с первой записки, которую я прямо сейчас прочитаю и покажу вам. Итак, в ней написано «Проведи небольшой обзор на комнату». Что же я могу вам сказать, в принципе, о Полининой комнате, Полина? Ты, если что, меня исправляешь, говоришь, что так, что не так? Договорились. Итак, смотри. Начну я, пожалуй, вот с этого прекраснейшего ящика, где находится много разных пакетов, коробок, Полинин телефон. Эти ящики я, пожалуй, пока что открывать не буду. Дочитаемся следующих заданий, и, возможно, в некоторых серьезный такой срачейник, поэтому я пока что побоюсь вам это показывать. Итак, проходим дальше. Оператор мой дорогой, снимай, снимай, снимай. Вот это Полинин рабочий стол, который не так уж и хорошо прибран. Тут много всяких учебников, много всяких листочков, ее макбук, всякие штучки, дрючки. Тут Полина проводит большую часть своего времени, смотрит всякие ролики на ютьюбе, чем-то занимается. И посмотрим, что же у нас тут дальше. Вот такой вот огромный шкаф с книгами, со всякими настольными играми внутри. Можете посмотреть, да, насколько там... Нет, не надо смотреть. Не надо, да? Если вы хотите, чтобы я вам показала хотя бы немножечко срачейника, хотя я думаю, что у многих зрителей тоже срач в комнате, потому что это обыденно, это нормально. Закрой! Закрой! То подписывайтесь на мой инстаграм, ник вы сейчас видите на своих экранах обязательно, туда я выложу срач Полины, пока она будет в комнате. Эй! Карин! Вот это прекраснейшее кресло, на котором Полина практически никогда не сидит, и это уже считается нормальным. Стол у нас, точнее стол, какой стол? Вот это кресло, оно просто уже как декор стоит, знаете, Полина ни разу на нем не сидела. Вот этот прекрасный ящик дальше идет. Тут всякие подушечки, всякие игрушки, штучки, дрючки. Я помню, мы с тобой, помнишь, Полин, проводили обзор, но достаточно давно, когда у тебя еще кровать стояла поперек. Да, у меня сейчас другая кровать. Да, у Полины уже по-другому стоит кровать, все поменялось. И что же дальше, я хочу вам сказать, мы можем приступать к следующей записке. Небольшой обзорчик я провела. Чуть закрою дверь. Итак, достаем следующую записку. Что же в ней написано, Полина? Что ты для меня подготовила? Надень любую вещь из моего шкафа. Шкаф можно открыть, я надеюсь. Скорее, ну посмотрим. Итак, открываем Полинин шкаф. Та-дам! Ну тут еще более-менее прибрано. Всякие джинсовочки, кофточки, всякие футболки. Мне тоже безумно интересно за всем этим наблюдать. Почему? Потому что я последний раз в Полининой комнате была, ну, может быть, месяц назад точно. Не считая приветствия. Но я редко захожу, Полин, безумно редко в твою комнату. Так что ты не думай, что пока ты в школе, я тут большую часть времени провожу в твоей комнате. Я вообще... Ты мне вчера с английским помогала здесь. И что? Я зашла сюда буквально на 5 минут. Так что давай-ка тут не обманывай. Знаете, что я надену? А так как у меня раньше была прекраснейшая... Карина, мои вещи надо одевать, а не свои. Так это и есть как-то твоя вещь, Полиночка. Вот такая вот кофта, которая буквально недавно стала Полининой. Она сейчас вывернута наизнанку. Уберешь потом. Окей. В моем шкафу, как доберемся до моей комнаты, тоже все вещи вывернуты. Вот такая вот кофта Кельвин Клайн. Я уверена, что вы видели меня в ней в каких-то роликах на моем канале. И эта кофта реально стала просто Полининой. Она ее начала носить в последнее время очень часто, поэтому я сейчас переоденусь. Я уже давно не ощущала эту кофту. Я безумно по ней соскучилась. И она тоже красненькая, прикольно на мне сидит. Я по ней скучала, серьезно вам говорю. Итак, это задание я выполнила. Мою футболку можно куда-нибудь швырнуть. Ну, Карина! Закрыть и выполняем следующее задание. Следующая у нас записка по счету. Это, 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 это. Покажи, что лежит в Полинином рюкзаке. То есть... Да блин, Карина! То есть, что лежит в рюкзаке. Ты написала. Вот вам, пожалуйста, записочка. Можем посмотреть. Сегодня Полина у нас ходила в школу вот с этой прекрасной сумкой. Кстати, она тоже была моей, чтобы вы понимали. Я ей тоже эту сумку подарила. Сегодня у вас сокращенный день был, правильно? Да. Поэтому было очень мало уроков. Я могу, я имею право, да, посмотреть сейчас, что там лежит. Я тебе не предупреждала. Как же я надеюсь, что там нету говна. Да. Чувствую, больше ста тысяч отписок будет после просмотра этого ролика от моего канала. Говорит, не будет там говна, я надеюсь. Нет, выглядит сумка достаточно приличная. Что я вижу тут? Это планшет, Полине. Я тоже присяду. Где очень красивая неоновая заставка. Также есть всякие электронные учебники. Смотрим, что лежит дальше. Тетрадка. Куда почти записала? На ДР дарила в боксе. Мне дарили на ДР в боксе. Тебе дарили на день рождения? Да. Я дарила? Да. Я даже не помню. Это тетрадь. Нет, айпад. А, айпад. Господи, айпад-то помню, конечно. Понравился подарок? Да. Посмотрите, ребята, какой у Полины красивый почерк. Ой, спасибо. Это просто самая настоящая красота. Я влюбилась. Ты, Полина, пишешь гораздо лучше, чем я. Тут, я так понимаю, у тебя карточка с английским языком. Дальше, что у тебя лежит в сумке? Пенал. В пенале антисептик. Ты, я так понимаю, та самая, да, одноклассница с антисептиком в школе, да? На Корее. Да, кстати. Антисептик уже закончился. На весь класс по депосетам, да, всякими твоими спиртовыми. Да, 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 да. Историк уже влюбился в этот запах. Ага, прекрасно вообще. Всякие расчески, пенальчик с ручками, с фломастерами, ничего нового. Ну, как бы обычный школьный пенал. Дальше, что лежит в этой сумке, это все. Больше там ничего не лежит. Обычная пустая сумка. Что-то ты как-то в школу была не собрана сегодня. Собрана целая одна тетрадь. Ага, целая одна тетрадь. Полиночка у нас ученица, да? На пятерке. Не, ну, кстати, Полина нормально учится, но все равно. Итак, ладно. Следующее задание. Все мое содержимое. Ага. Следующее задание. Оно предпоследнее в этой комнате. Открой любые два ящика и посмотри, что внутри. Фух, то, что я боялась. Итак, первый ящик, который я хочу открыть, это, пожалуй, вот этот. В принципе, учебник по биологии нашелся. Боже мой, Полина. Почему такой срать? Господи. Посмотрите, просто дофига всяких листочков. Я не буду это показывать. Для ежедневника. Ага. Тогда будет нечестно. Всякие помадки из Никса открытые. Давай я твое лицо лучше буду показывать. Нет, нет, нет. Показывай, что в ящике. Всякие конфетки. Новогодние леденцы. О, я буду его кушать сейчас. Ага. Прекрасно. Не протух там еще? Протух. Вот такая вот куколка Лол, которую мы, кстати, по-моему, в одном из роликов открывали с собой. Новогодняя какая-то, какой шарик со снегом. Тетрадка, которую я тебе тоже дарила. Давай ты тогда как раз уберешься тут пока что. Да, прекрасно. А я пойду. Ага, у нас же обмен комнатами. Я у тебя приберусь, ты у меня тогда. Давай, но у меня порядок. Нет, 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 все, я не согласна. Так, пробую на доску, вижу, что еще? Ну все, вроде в ящике ничего не лежит. Это был первый ящик. Второй ящик, который я хочу открыть, это, наверное, вот этот. Тогда все, я типа этот ящик не открывала, тут ничего интересного нет. Открывай. Ну кори, нет, так нельзя. Открывай вот этот, вот этот. Ага, срач. Добро пожаловать в срач. Тут всякие вырезки, тетрадки, полинины учебники, пеналы. Снимаешь хоть ящик-то? Ура, география нашлась. Ага, нашлась география, все леденцы, чехол от телефона. В общем, тут тоже ничего интересного, но два ящика я открыла. Специально тянем. Тут три открыла. Чтобы мы приступили к моей комнате. И последняя записка на сегодня это, расскажи, чем, по твоему мнению, я занимаюсь чаще всего в комнате. Полин, вот ты издеваешься над мной такие записки писать? Я откуда знаю? Ну, как я думаю, так сейчас ты скажешь, угадала я или нет? Смотришь YouTube. Угу. Делаешь уроки. Угу. Делаешь слаймы. Угу. Смотришь телевизор. Угу. Я не смотрю телек и не делаю слаймы уже год. Ну вот именно, я где-то год и не была как раз таки в моей комнате. Спишь? Ну да. Иногда. Да. Карин, ты меня к себе заталкиваешь спать. Ну и что? Рисуешь? Да. Клеишь всякие масочки. Разговариваешь с Сусанной, со своей лучшей подругой. Да. Переписываешься в WhatsApp со своими доноклассниками. Доноклассниками. И все. Да. Итак, мы закончили обзор на комнату Полины. Давайте я вам покажу этого замученного оператора, который уже задолбался меня снимать. Ну что ж, тогда приступаем к моей комнате. Можем прямо сейчас отправляться. Пробегаем, пробегаем. Добро пожаловать в мою комнату. Она, конечно же, гораздо больше. Для атмосферы давайте включим вот эту неоновую штуку. Полина, тащи мой телефон. Включим еще мою неоновую рамочку. Вот так вот мы берем, включаем мою неоновую подвесочку. Какой цвет тебе больше нравится? Рюзовый мят. Вот такой? Да. Ага. Это голубой. Да, вот. Вот такой, ага. Очень красивый оттенок. Итак, твои записки лежат тут. Можешь, в принципе, доставать уже развернутую самую первую. Проведи обзор на мою комнату. Давай, дерзай. Неоновая подсветка. Ага. Вот такой вот ящик. Ой, прям лэвитон. Все такое. Дальше. Золотая кнопка Ютьюба. Ага. Вот такой вот ящик. Здесь коробки аппетита и пхона. Ага. Дальше вот такая вот пробная доска. Ага. Как ты, Каринечка? Ага. Так, дальше вот такая вот подушечка. Она раньше моей была? Точнее, раньше твоей. Подушка какашка. Моя стала моей. Она жила. Ага. Дальше. Кровать. Моя кровать двуспальная. Моя любимая лампочка. Да, красивая лампа. Офигенная. Ионовая подсветка. Да, на фоне которой я всегда снимаю новые видео. Увлажнитель, как у меня. Да, увлажнитель для воздуха. Дальше. И шкаф. Огромный шкаф. Итак. В два раза больше, чем у меня. Ага. Ну что ж, можешь доставать следующую записку, смотреть, что там тебе попалось. Так. Открой любые три ящика и посмотри, что внутри. Да? Открывай. Ты давно хотела это сделать, но я тебе не разрешала, поэтому добро пожаловать. Ага. Слышь ты, Полиночка. Давай, давай, давай. Так, первый ящик я хочу. Первый ящик. Ага. Какой? Вот этот. Ой, ну там так, более-менее. Много вещей не лежит, но... Сюда у тебя ящики большие, а вещей мало. Ну? Так, здесь пазлы, которые я тебе дарила. Ага. Это вообще, я не знаю, что... Грелки и заки. Ты что? А, у меня такая же лежит. Ага. Дальше. Пазлы, какой-то ежедневничек. Я у тебя его заберу. Не надо, у меня его забирать. Ладно, дальше идем. Вау. Он такой красивый. Дальше пазлорель. Пазлорель, который я что-то долговато как-то собирала. Скоро не 17 лет скоро. Да, чтобы вы понимали. Личный дневник. Ага. Ой, это что? Это стекло на телефон. Неоновые всякие штучки, которые я ставлю очень часто на фоны своих роликах. И моя подделка из глины, которую я делала в четвертом классе. Второй ящик. Какой хочешь открыть? Но тут ничего интересного. Интересно, ты чего? Рисунки подписчиков. Нет, это-то, конечно, это вообще особенность. Тут очень много красивых рисунков, ребятки, которые я храню. Которые вы мне писали, дарили плакаты на фан-встречи. Все, что вы мне делали. Безумно приятно и интересно это смотреть. Вот это сердечко пипец, как долго раскрашивать. Да, очень красиво и видно, что зритель старался. Самый красивый блогерша Карина Аркелян. Вы подписаны? Вы подписаны. 914 тысяч. 914 тысяч. Капец, как много времени прошло. После того, как мне сделали этот рисунок, у меня уже 2,5 миллиона. Скоро будет на канале. И тут пакетики. Я надеюсь, вы все еще смотрите Карину. Если нет, то я обиделась. Стоп. Сколько там было? Три ящика или два? Три ящика. Так, я хочу открыть вот этот. Какой? Так. Так тут ничего интересного, ну? Повязочка в виде код. Повязочка, которую я, кстати, потеряла, положила на тумбочку. Алоэ. Это мой любимый, кстати, ребятки, крем. Если у вас какие-то раздражения на коже, можно спокойно помазать, и у вас все пройдет. Бэби-крем. Обычный крем, которым я, кстати, не пользуюсь. И еще один крем, очень хороший. Пахнет лавандой. Супер круто. Понюхай. Очень приятный крем. Понюхайте, ребятки. Вот чем от тебя. Да. Ну что ж, следующая записка. Можешь идти доставать. Посмотрим, что же на этот раз ты сделаешь в моей комнате. Включи телевизор и посмотри редко. Включи телевизор и посмотри рекомендации Ютуба. И что я чаще всего смотрю. Это ты тоже давненько хотела сделать, но я была против. Поэтому можешь включить сейчас телевизор. Там валяются носочки, ребята. Это тоже как бы нормально. Мой канал Вечерний Ургант. Да, Вечерний Ургант я вчера смотрела. Ты смотришь телевизор? Вау. Да, я смотрю телевизор. Это бывает крайне редко, но все равно. Итак, включаем Ютуб. Что же там такого интересного у меня в рекомендациях? Чтобы вы понимали, телевизор сам составляет все то, что я смотрю. Естественно, в рекомендациях тут костер, потому что я его постоянно включаю на задний план 12-часовой. А это уже я смотрю. Да, это Полина уже очень часто смотрит. Всякие смешарики. Уральские пельмени. Листай вправо. Опять у нас костер, который, когда я снимала ролик, я включала. Дальше смешарики, смешарики. Смешарики, смешарики. Уральские пельмени. Смотрю смешариков. Откуда здесь? А, тут всякие вот эти вот игры. Или что это? Барбоскин, я вообще не знаю. Фильмы, Барбоскин. Ну, это рекомендации, естественно. Включи-ка камин, пусть играет. Вот такой вот прекраснейший камин. Вспомним атмосферу моих новых видео. Итак, следующая записочка. Полина, можешь смотреть. Следующая записка. Покажи, что в моей сумке. Ой, блин, я не хотела, конечно, чтобы мне это досталось. Сумочка вон там моя. Блин, блинский. А это мне интересно. Интересно пошариться в моей сумке. Ребятки, я вам клянусь, я ничего там не переделывала. Все, с чем я хожу на прогулки по каким-то делам, я все беру. Все лежит в этой сумке. Это документы, можешь их не разворачивать. Я подписывать ездила. Ой, ну аэрпоц. Аэрпоц. Чехол от которых я выкинула, потому что он начал отлетать. Бальзамчик для губ. Дальше что там? Дальше какая-то железная. Это я набивала татуировочку. Мне дали какое-то свое масло, чтобы ухаживать за ней. Я вчера ездила в тату-салон. Круто. Гель для бровей. Гель для бровей. Если они опять упадут или будут некрасиво выглядеть. Пантенол и Бэби Би. В общем, да. Две помады и еще одни. Я не знаю, зачем мне их так много в сумке. Еще одна помада. Боже мой, ребятки, посмотрите. Просто четыре помады. Еще одна помада. Пятая. Консилер. Консилер. Это Шанель что-то. Шанель духи в виде карандаша. Всегда складываю в сумочку. Тоже помада, что ли? Да, еще одна помада. Шестая по счету. Это пленочка для того, чтобы татуировку заклеивать. Да. Парина, ну-ка, сними мою татуировку. Я зрителям еще не хвасталась. Кто на мой инстаграм не подписан, ребятки, показываю. Вот она, моя новая татуировочка. Видно в фокусе? Да. Очень крутая. Если вы хотите узнать ее значение, то обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Итак, что же дальше лежит в прекраснейшей моей сумке? Еще один духи карандаш. Еще один духи карандаш. Дальше. Ключи от дома и подводка. Подводка. Ключи от дома тоже достань. Подводка. Ага. Все, можешь все обратно сложить. И следующая записочка. Полиночка пока что все сложит. Как тебе пока моя комната? А я в нее каждый день захожу. Ага, такая офигевшая, конечно. Лично я очень редко бываю в Полининой комнате. Она безумно часто. Тут бывает даже проводит свое время, когда я гуляю или уезжаю по делам. В общем, для Полины ничего нового в моей комнате пока что нет. Итак, смотрим дальше. Следующая записка. Осталось две. Посмотри на мои украшения. Ну что? Вот это мне уже интересно. Да, Полина говорила, что ей безумно нравится смотреть на мои украшения. Как ты думаешь? Полина даже не знает, где они лежат. Все мои браслеты. Может быть. Вот тут, Полина, в этом ящике все лежит. Открывай. Та-дам! Пандура. Пандора. Ну тут, знаешь, в принципе, ничего интересного. Могут многие подумать, что я хвастаюсь. Погоди. Всякие браслетики, узорчики, сережки. Просто я хотела, чтобы ты посмотрела, а ты давно не видела. Это самое главное украшение. Да, и еще два украшения. Справа от тебя две коробочки стоят. Мой ноготь. О, вот это уже Кортье, девочки. Кортье Бугатти. Да, ничего нового, в принципе. Это колечко мое новое. Ой, я не сломала ничего. Мне кажется, сломала. Вот такое вот прекрасное кольцо я недавно себе купила от Кортье. У меня как раз. И тебе идет, в принципе, я могу сказать. Все, я пошла. И еще снимай давай. Эй. Следующее. Здесь вроде бы параслет. Вот так нажимаешь и открываешь. Туда вываливается браслет, потому что я его никогда не привязываю. Вот так. Как коробку поставила такая Полина. Очень красивый и мой любимый тоже браслетик-гвоздик. Ну не так вот эти... Господи, боже мой, а. Вот так, держи. Одень мне. Держи одной рукой. Вот так снимаешь. Вот так берешь. Оп. Оп. Такая красота. Мой маникюрчик, девочки. Последняя записка на сегодня. Это, мне кажется, не последняя. Последняя. Надень любую вещь из моего шкафа. Да, можешь как раз-таки посмотреть на мой гардероб. Итак, ребятки. Мой гардероб. Внимание, мои всякие кофты. Я же вам говорила про то, что все вещи, они до единой вывернуты, потому что мне лень их выворачивать. Я выбрала вот это вот. Фенди. Фенди? Ну надевай. Вот такая вот красоточка у нас в Фенди. Бабушкин ковер. И еще я хочу посмотреть на твой гардероб. На мой гардероб? На твоем прослете. Да, кстати, Полина в меня уже перевоплотилась. Что ты хочешь сделать? На твой гардероб посмотреть. Эй, Полина, ну? Ну у тебя здесь порядок, в отличие от моего шкафа. Естественно порядок, а ты так как хотела. Я поддерживаю порядок в своей комнате, чтобы не сидеть как в срачельнике. Как там тебе атмосфера в ящике? Нравится? Удобно могу здесь жить. Ага, прекрасно. Ну что же, ребятки, мы надеемся, что вам понравилось это видео. Я сейчас безумно довольна, что все-таки мы вам показали наши комнаты в подробностях. Если вы все-таки хотите увидеть рум-тур на моем канале, где я вам в мельчайших подробностях покажу, что где у меня лежит в моей комнате, если вам это интересно, обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Я постараюсь снять такое видео. Ну а мы с вами уже прощаемся. Ставь лайк, если у тебя тоже хоть раз был срач в комнате и не обманывай нас. Да, мы надеемся, что это видео вам все-таки понравилось. Если вы хотите, чтобы мы еще раз с Полиной поменялись комнатами, но уже на 24 часа, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайк под этим видео. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok